Встречаемся в студии Майджекскоп Интернет ТВ на канале Марки Пельн 24. Я и его ведущая Пуртова Елена. Следующая гостья Наталья Семичева. Здравствуйте, Наталья. Снова здравствуйте. Да, вы у нас уже были. И сегодня Наталью я представляю, конечно же, как организатора благотворительного движения «Благодарим». И сегодня Наталья пришла не очень такой приятной темой. У Натальи самой случилось несчастье, которое мы сегодня об этом поговорим. И прежде всего, тема такая, что делать людям, когда попадают сами в трудную ситуацию. Наталья, наверное, вы сами расскажете, что случилось. Да, конечно, никто не думает, пока это с нами не случится. С 8 на 9 сентября ночью у меня сгорел дом. Это единственное жилье, которое было. Несмотря на то, что мы очень многим помогали семьям, которые были после пожаров. Но мой дом отличается от других тем, что он был на территории СНТ. Это садоводческое некоммерческое товарищество. То есть это дачный кооператив. И по закону я просто потеряла дачу, которую сама и сожгла. Получилось вот так. Вот так вот, да, случилось? То есть теперь я, я не мой ребенок, мы живем уже около года вдвоем. Не у меня нет никакого жилья, не у него никакого будущего жилья. Наталья, вот еще, как бы для себя, да? То есть если это садоводство, вот как у вас, да, это не дом получается, а как дача? Это дачное строение. Это дачное строение, да. То есть оно не является домом? Дом жилой, это ИЖС. То есть нужно было собирать определенную комиссию, платить немалые деньги для того, чтобы переделали под ИЖС. А вообще куплено было в дачном кооперативе. Так делают очень много людей в России, потому что это намного дешевле. Купить как бы дачу и сделать из него дом. Ну, в планах, то есть так же было его и утеплить, и все полностью сделать. Но с 8 на 9 сентября я сама находилась там. Пожар я видела полностью, ну практически полностью. То есть уже пока меня не схватил просто приступ уже в конце. Загорелось со второго этажа, то есть поджег, в принципе, ну я думаю, исключен. Дверь была закрыта. Версий много, то есть говорили, что и около печной трубы были вещи, хотя печь была не так давно затоплена и так раскалиться не могла. Вот, то есть замигал свет, поднялись немножко на второй этаж, увидели огонь. Немного было огня, то есть сначала вроде как потушили, и уже потом крыша горит. То есть все это выгорело буквально. То есть сначала практически вы потушили все, да? Да, соседям, соседи помогали, да. То есть вышли из дома? Да, конечно. Конечно, кошек вытащили, вышли из дома. А потом увидели, что все-таки горит еще крыша. Да, и уже на соседние дома она там стала перекидываться, этот огонь. Довольно все это тяжело, конечно, вспоминать. Ну да. Наташа, как быстро приехала пожарная, вот само это товарищество-то, садоводническое. Вот о чем и речь, да, то есть сейчас кто виноват и что делать. Мне уже терять нечего, поэтому я в любом случае буду этой справедливости добиваться. Я хочу понять, что случилось, кто мне теперь что должен, кому я что должна. Сейчас все непонятно, все молчат, отмалчиваются. Значит, дело в чем. СНТ это определенный тоже орган власти, дачных кооперативов, да? У них есть свой председатель, есть комиссия ревизионная, есть ответственные за пожарную безопасность, которые должны быть в любом случае на чеку. Должна быть оборудована сторожка, должны быть оборудованы шлангами, противопожарными водоемами, вот эти все дачные кооперативы. Чувство, Наташа, что вот вы все это говорите, да, то есть этого ничего. Но этого не было, да, то есть этого не было. То есть это должно было бы быть? Должно было бы быть, да. Ну, частично это сделано, я думаю, сейчас это начнет быстренько все делаться, конечно. Но получилось так-то, что мы еще горел вот второй этаж, горел еще не сильно, мы с соседкой добежали до сторожа, то есть как обычно и должно было быть. Нам протянули шланг, в котором не оказалось напора воды, абсолютно. То есть сторож с ведерком вряд ли нам мог чем-то уже помочь, потому что уже горела крыша. Но если бы у них было все соблюдено, то как минимум у меня бы хотя бы остался один этаж. Первый этаж, да? Хотя бы, да. То есть так как первый этаж был кирпичный, остались только кирпичи, треснувшие от температуры. И повело вот этот сам фундамент дом, то есть сейчас уже там ничего не восстановить. Ну и вообще на горелом, конечно, строить уже. Сейчас мы можем только землю продать. Я знаю. Наталья, вот Ваше, понятно, что шок, там все, Вас в больницу отвезли, да? Вот что Вы решили делать? Ну сейчас что я могу сделать? Я могу встать на очередь на временное, на постоянное, точнее, жилье. Так как у нас по документам никакого жилья нет. Сейчас мы живем у родственников, но это так же к нам никак это жилье не относится. И на нас не перепишется. То есть это уже все. Это все сейчас уже не взять ни ипотеку, ничего. То есть в моем жизненном положении получается так, что это было мое единственное жилье. И, наверное, последнее. Сейчас, ну что, мы будем ходить добиваться. То есть были пожарные инспекции, где нас отговаривают это все делать. Почему? Потому что я собственник, у которого, это мной был куплен этот дом. Так. Эта труба печная, которая не соответствовала каким-то нормам. Но я не думаю, что человек, который покупает дом, он смотрит и вызывает комиссию и смотрит, как ли соответствует труба нормам. То есть печка топится, и топилась она год, там больше, да, уже у меня дом приобретен, и ничего не было. Поэтому, конечно, в мыслях не было ничего проверять это все, да. И сейчас получается, что в пожаре виноват собственник. То есть если я начну добиваться, еще и с меня могут те же там соседи взять компенсацию. А соседи за что? За крышу их. У них же крыша пострадала. Ага, пострадала крыша у соседей. То есть пламя перекинулось, да? Ну там не сильно она пострадала, но тем не менее. То есть это ведь от людей зависит. Социальные службы как-то вот откликнулись. То есть вот в этой ситуации это человеку что делать? А вот сейчас я сама разбираюсь в этой ситуации, что делать. То есть вы никому и никуда. Никому и никуда. Потому что есть определенные вот законы. Все, есть дом, есть квартира. Сгорела квартира, пожалуйста. Там уже идет другое. То есть это жилье. А у меня сгорела дача. То есть раз дача сгорела, значит у вас как бы должно быть и жилье, да? В котором вы можете жить. Я вот хочу спросить гостю с другой стороны. Вот тех, кто верит в реинкарнацию душ и так далее, да? И в карму. Вот интересно, карма в таких случаях работает, когда ты кому-то делаешь много добра. К тебе должно вернуться, может быть, не напрямую, а через другого человека. Вы на себе это почувствовали, Наталья? Есть такое явление? Или как-то вот пока вы не увидели этого, что ваше добро, которое вы вложили в других людей, как-то вот вокруг вас создало некую атмосферу, что ли, да? Вот такую. Мы сами часто думаем, ну зачем мы все делаем? Вот, значит, пиарим там всех и так далее. Но мы-то пиарим добрую энергию, и мы считаем, в том числе, как люди, которые себе хотят какого-то определенного добра, мы считаем, что оно вернется к нам. Да, Лена? Я считаю, что да. И мы этим питаемся, этой энергией. А у вас, как Наталья, расскажите. Я вас уверяю, что оно вернется. То есть, рано или поздно все равно, я в это искренне верю, иначе я бы, наверное, не занималась этим. Ну, вы знаете, вот то, что я сейчас пережила, меня даже сблизило с теми, кто это пережил ранее. То есть, я их понимала всегда, да, я кричала там, давайте бежим туда, делаем это. А сейчас я сама вижу то, что да, тяжело, я понимаю, что такое растеряться. Я понимаю то же самое. И сейчас те же люди, те же подопечные, бывшие подопечные, люди, с которыми мы бывало расстались в не очень хороших отношениях, они все хорошо себя поддерживают. Мне со всего города везут вещи. Я уже там кричу, не надо, они все равно везут. То есть, у нас из этих курток там все, на вырост ребенку, все равно люди чем могут? То есть, кто-то привезет эту банку. Ну, это здорово. Да, то есть, вот это да, это отдача. Мне просто пишет девушка, многодетная мать, бывшая подопечная, сейчас куратор наша Эльза, просто переезжайте к нам, у нее пять детей. Она согласна нас принять. Наталья, а вот этот эфир потенциально, как вам может помочь? Значит, у нас, наши эфирмы говорим, для чего? Чтобы вы показали свою харизму. Вот вы и люди чувствуют эту энергию и к вам тянутся. Во-первых, я это вычислирую. Участвовать в ваших проектах. И как вам можно помочь сейчас, не знаю. То есть, у вас единственный выход сейчас просто арендовать и все пока. А что как? Мы все арендуем. Вот я тоже, у меня сгорит это мое очередное арендованное жилье. Ну, что-то у меня, у меня там ничего нет. У меня электронные книжки все в компьютере, все остальные я давно раздал уже. Одежды, полтора ящика и все, больше ничего нет. Нет, я совершенно не говорю то, что моя ситуация хуже всех в этой жизни. Но то есть, если есть возможность чего-то добиться, то той же самой компенсации за то, что ехала долго пожарная, за то, что нарушили закон СНТ. То есть, хотя бы что-то. Но это вы же говорите сейчас о компетенции гражданина, на которой умеет свои права постоять. Да, то есть, это я буду делать. Вы других людей с вами много времени этому учили, а теперь вот. Да, теперь на своем примере, вижу, как это делается. Да. Ну, то есть, я ожидал услышать, может, боялась, что скажут, типа, вот я всем помогала, а меня все кинули. Оказывается, нет. Нет, 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 даже мыслях не было. Я даже зла не держу абсолютно, не на представителе СНТ, они так же растерялись, я все понимаю. И везде есть какие-то нарушения, это все понятно. Просто единственное, что сейчас я хотела бы добиться, это, во-первых, снять свою вот эту вот косвенную вину в этом пожаре, да. А то есть, на вас еще вина есть, да? Конечно, я же виновата. Вот, то есть, как-то показать другим людям, да, то, что не надо сдаваться, несмотря ни на что. Юля Гербич, я пример сейчас, то есть, я сейчас так же. Ну, пошагово, что, зачем, какие организации, куда идти, какая комиссия там. Ну, то есть, на самом деле, что за свой счет приходится делать, то есть, это новые экспертизы, это все заново. Наталья, смотрите, вот нам судьба посылает испытания не просто так, как говорят эти все эти эзотерики, да, а для того, чтобы мы этот опыт, значит, приобрели, видимо, помогли другим. То есть, может быть, вам создать ассоциацию погорельцев, и потом у вас будет, как бы, вот, значит, вот, у нас есть такая, кстати, или нет? Нет, по-моему, я не слышала такие. Прям ассоциация погорельцев я тоже не слышала. Потому что там, значит, как бы, нужно, во-первых, иметь ноу-хау, да, что, куда, зачем. Да, да. А потом иметь фонд, чтобы люди там приносили. Ну, там много чего можно делать, да. Например, вот классная идея, вас зовут пожить, да, кто-то из ваших этих, вот тоже, то есть, как бы, такой обменный некий фонд, желающих приютить, там, на месяц, на два, на три. Да, 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 то есть, как идеи куча от этого родилось, это даже… Сейчас мы вам, Наталья, еще накидаем тоже куча идей. Я в голове фиксирую, я все это запишу после эффекта. Нам легко советовать, простите, но, знаете, мы, как бы, лично я, вот, ничем не лучше вас, в смысле, я, у меня ничего нет. То есть, как бы, я всегда живу в съемном жилье, всю жизнь, ничего. Ну, мы, наверное, все такие в этом плане, ладно. А, знаете, вот, когда ничего нет, к этому привыкаешь, то есть, этого нет и этого нет. Ну, страшно заработать. А когда вот это было, то есть, этого добилось, там, какое-то время там страдало, чтобы это все появилось, чтобы это все… Чтобы некая такая собственность, да? Да, 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 то есть, там… А, видите, оказалось, что в вашей жизни это главное, что у вас там была дача, а главное, что сеть людей вокруг, которые… Да, да, конечно. Вот, могут прийти на помощь. А сколько этих людей? Десятки или единицы? Больше. Кто откликнулись уже сейчас? Да, очень много. То есть, десятки реально? Больше, да, ну, конечно, там просто очень много. Кто мне поможет, Лена, вот сейчас у меня что-нибудь там это… Кто мне поможет? Ну, десятки, может быть, наберется, но не сотни точно. А все почему? Я сам виноват, потому что чем ты шире свою энергию распространяешь, тем больше будет людей. У меня хватит на десятки, мне на сотни, у кого-то на сотни. У Натальи, наверное, уже приближается к сотне. У Натальи, вы счастливее меня. Я думаю, что он даже, на самом деле, это просто вот здорово, что организация ваша, она же вами помогла. То есть, организуйте Погорельцев Ассоциацию, мы еще сделаем эфир отдельный проект. Потому что сколько у нас пожаров, кстати, вы знаете статистику? Я не знаю. Я статистику… Десятки, наверное, да, ведь как минимум в год. Это каждый день можно где-то прочитать. Это сплошь и рядом, это постоянно. Мы только недавно собирали помощь для уральского. Видите, каждый раз приходится делать с нуля одно и то же. А если была бы какая-то конвейер некий… То есть, я сейчас понимаю, как эти люди действительно теряются. Я готова поддержать даже как-то психологически. Потому что, когда сгорает мебель, все, и ты даже не знаешь… Все, что нажито. Да, то есть, мне потом пишут, что тебе помочь, что тебе привести. А я не знаю. А я не знаю, с чего начать. То есть, мне надо все опросить, все это неудобно. Ну, еще и куда везти. Куда везти, да. То есть, как это все заново… Это просто заново начинать что-то делать… Как новую книгу, знаете, блокнот. Вот начинаешь 1 января, новый блокнот. И все. Наташа, спасибо, что пришли к нам. Все-таки мы надеемся, что все у вас сложится замечательно. И приходите на самом деле. Вдруг у вас какая-то ассоциация возникнет. Мы будем рады помочь. Еще раз напомню, что у нас была Наталья Семичева. Наташа, удачи. Спасибо большое.